По законам Российской Федерации, заявление о рождении ребенка в орган ЗАГС должно быть сделано не позднее месяца, со дня появления малыша на свет. Но многие родители предпочитают не откладывать это в долгий ящик, а государство идет навстречу, открывая кабинеты ЗАГС непосредственно в родильных домах. На сегодняшний день открыто на территории Московской области 49 удаленных рабочих мест во всех родильных домах и перинатальных центрах Московской области. Удобно молодым людям, мамочкам удобно и пользуются большой популярностью. Соответственно эти данные все у нас в единой базе между ЗАГСом и роддомом, поэтому они попадают в базу и никаких сложностей нет. Марина Миронова, специалист Ленинского отдела ЗАГС, сегодня работает в Видновском перинатальном центре. Сегодня очереди нет, но бывает и наплыв посетителей, а потому вместо положенного на оформление часа старается делать все максимально быстро. Он пришел навестить маму и одновременно он может получить здесь свое рождение, потом ему не придется никуда идти снова, чтобы они сказали, очень удобно тут же. Все получили. В среднем у нас 15-20 минут идет на оформление свидетельства. Андрей Сараев с женой жителей Виднова. Буквально два дня назад у них родилась дочь София. Сегодня ему даже не пришлось отпрашиваться с работы. Приехал сюда во время обеда. Документы на получение свидетельства о рождении подал в течение 10 минут. Очень удобно, очень быстро. Я в течение получаса это все оформил. И не выходя, не выезжая никуда, все на месте. Жена, еще лежит стационарий. Но если подать документы отец может самостоятельно, то получать свидетельства супруги должны вместе. Но и здесь все проходит очень быстро. Несколько подписей в документах и дело сделано. Это справочка формы 24. По месту работы на получение единовременного пособия при рождении ребенка. И примите наше самое искреннее поздравление. Спасибо. Всего вам самого доброго. Несмотря на удобство, некоторые родители все же не пользуются этой услугой. По мнению главного врача Видновского перинатального центра Тамары Белоусовой, причина уважительная. Как правило, родители уже знают в 20 недель, кто у них будет, мальчик или девочка. И у них есть время в течение 20 недель выбрать имя. И общаться с ребенком уже целенаправленно, внутриутробно. Маша ты или Федя, или как-то по-другому. Некоторые родители сомневаются, как назвать ребенка. У них дебаты. У них дебаты, и они долго проходят и после выписки. Впрочем, даже у тех, кто определяется с именем ребенка несколько дней, впоследствии также не возникает проблем с получением свидетельства о рождении. Зарегистрировать рождение на территории Ленинского района можно в нескольких отделениях. Первое отделение это у нас находится в поселке Владарского. Первый отдел. Второй отдел у нас расположен в поселке Развилка. Третий отдел у нас находится непосредственно в городе Видное. И вот в перинатальном центре, то есть в четырех местах можно зарегистрировать у нас рождение. До конца года в отделе ЗАГС Видновского перинатального центра будет выдано порядка трех тысяч свидетельств о рождении. Кстати, эту процедуру также можно превратить в торжественное мероприятие. Ленинское управление ЗАГС оказывает и такую услугу. Максим Козлов, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.